Здравствуйте, уважаемая комиссия, наши уважаемые выпускники, приглашенные гости, все, кто с нами сегодня в это прекрасное летнее утро. У нас сегодня, надо представиться, я Прокина Марина Владимировна, руководитель профиля маркетинга реклама, факультета управления бизнесом, института бизнеса и дизайна. Сегодня у нас очень волнительное событие, у нас идет защита проектов, и это итог длительного времени. Четыре года ребята учились в институте, последние полгода они проходили практику, собирали материал, оформляли его и так далее. Это была очень сложная работа, и несмотря на то, что в нашем институте очень распространена бизнес-практика, ребята регулярно выступают на этой сцене, представляют свои проекты, тем не менее сегодняшняя защита сильно отличается именно индивидуальностью подхода. Они один на один выходят и представляют свои результаты. Это сложно, это тяжело для презентации, тяжело для подготовки самого материала, но я надеюсь, они сегодня с этим справятся. По крайней мере, мы всячески старались облегчить их путь, и сейчас с удовольствием будем смотреть на их выступления. У нас сегодня выступают представители двух профилей, профиль маркетинга реклама и профиль менеджмент в рекламном бизнесе. У нас работает комиссия, и я сейчас ее с удовольствием представлю, председатель комиссии Миневич Яков Владимирович, кандидат социологических наук, генеральный директор Коммуникационного агентства Рим. Биткова Ирина Александровна, кандидат экономических наук, заместитель директора по развитию компании Рупитек Рус. Абрамова Александра Сергеевна, руководитель отдела по связям с общественностью компании Эстелаудер Компанис. Аксионов Николай, генеральный директор компании Мастер Франшиза, торговая сеть Добрынинский. Ким Юлия Петровна, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компании Литрес. Матвеевская Яна, СЕО, ЗОО-отель, территория заботы. Ингляс Семен Владимирович, руководитель отдела маркетинга компании Мастер Франшиза. И Козырева Надежда Евгеньевна, кандидат педагогических наук, декан факультета управления бизнесом. Очень представительная комиссия. Мы очень рады видеть вас в этих стенах и показать те успехи, которые ребята достигли на этом сложном, тернистом пути. И мы начинаем. Первой к защите приглашается Ли Алина Юрьевна. Здравствуйте. Меня зовут Ли Алина. И сегодня я хотела бы вам продемонстрировать результаты своей выпускной квалификационной работы по теме совершенствования коммуникационной платформы бренда на примере ООО Secret Point. Целью данной работы была разработка мероприятий, рекомендаций для совершенствования коммуникационной платформы бренда для привлечения большего числа потребителей. Таким образом можно сделать вывод, что предметом исследования является коммуникационная платформа ивент-агентства Secret Point. Для достижения этой цели был поставлен ряд задач, которые можно разделить на три тематических блока, это аналитика и раскрытие теоретических аспектов. Второй блок анализ самой компании, ее показателей и фирменного стиля. И третий блок непосредственно разработка самих рекомендаций, их оценка в денежном формате и в формате ожидаемой выгоды. Компанией, которая рассматривалась в рамках данной работы, является агентство Secret Point, которое предоставляет свои услуги в области событийного маркетинга. То есть организация создает мероприятия для компаний, то есть она в большинстве случаев работает на B2B рынке, ведет проекты от привлечения клиентов до уже, собственно, непосредственно организации самих мероприятий. Это могут быть мероприятия с разными целями, возможно, какие-то праздники, привлечение клиентов в компанию-заказчик, обучения сотрудников компании-заказчика и так далее. Компания работает с марта 2018 года, и что касается финансовых показателей, выручка с начала деятельности компании очень заметно выросла, однако прибыль была нестабильна. Вы можете обратить внимание на 2020 год. Это год пандемии, когда, в принципе, никакие мероприятия не проводились. Этот год был закрыт компанией в минус. После него идет такой восстановительный 2021 год, когда размер прибыли практически вернулся до домпандемийного уровня. Однако после него снова идет 2022 год, когда после событий февраля года прибыль компании снова упала. Таким образом возникает вопрос, а как в глобальном плане обстоят дела на рынке ивент-услуг? Могу сказать, что рынок растет. На слайде показаны показатели 2022-2019 года. Видно то, что 2019 год по сравнению с 2022 очень маленький. Также, согласно исследованию зарубежного издания G2, можно сделать вывод, что маркетологи тоже заинтересованы в ивент-маркетинге. Этот вид маркетинга считается, что приносит больше рои. Таким образом видно, что рынок растет, остается востребованным среди экспертов в сфере. И компании, даже лидеру рынка, необходимо удерживать свои позиции, продолжать развиваться, развивать свои коммуникации с клиентами. Для того, чтобы определить тенденции и какие-то особенности в продвижении на этом рынке, был проведен конкурентный анализ, согласно которому можно сделать вывод, что ивент-агентство Secret Point практически ничем не отличается в продвижении от своих конкурентов в медийном поле. Все ивенты-агентства в своем продвижении для коммуникации с клиентами используют социальные сети, сайты. Единственным отличающим фактором является в основном более узкая направленность сферы, то есть это может быть фэшн, организация каких-то конференций и выставок более научного формата. Однако же Secret Point является более универсальным игроком на рынке. Таким образом, в дальнейшем хотелось бы, чтобы коммуникация строилась с более наставническим и опытным Tone of Voice, такой дружелюбный помощник ивент-агентства, который устраивает хорошие мероприятия. Что касается целевой аудитории, было уже ранее обозначено то, что компания работает в основном на B2B рынке. На слайде видно то, что корпоративные клиенты занимают около 98% в принципе от всей аудитории. Однако, если копнуть чуть глубже, можно увидеть то, что коммуникация в любом случае идет с отдельным человеком, лицом принимающим решения. Для того, чтобы определить характеристики этого человека, были проведены интервью с экспертами различных сфер. Это был маркетинг, ивент-менеджмент, офис-менеджер и так далее, согласно которому было выявлено, что в большинстве случаев коммуникация ведется с ивент-менеджером или офис-менеджером в возрасте от 30 до 50 лет. После этого провелась аналитика коммуникации компании согласно тому, что коммуникация ведется с определенным человеком, с этим офис-менеджером или ивент-менеджером. После этой аналитики были выявлены следующие недостатки, по которым дальше будут представлены рекомендации. Первое отсутствие единой понятной стратегии продвижения. Компания ведет себя в социальных сетях очень хаотично, непонятно, что она хочет показать, непонятно, какие цели преследует. Что касается сайта, такая же история. То есть сайт просто есть, он никак не продвигается, в поисковике найти его сложно, просто он вот существует. Однообразие контента в социальных сетях также, я думаю, исходит из первого пункта. Так как компания не совсем понимает, что нужно делать в социальных сетях, у нее нет какой-то цели и стратегии. Она старается следить за трендами на рынке, то есть то, что делают конкуренты, и пытается выкладывать какой-то подобный контент. В основном это отчеты о каких-то проведенных уже мероприятиях. В дальнейшем нерегулярная обратная связь аудитории. Также компания, я думаю, из-за первого пункта не всегда следит за своими социальными сетями, не всегда следит за тем, что приходят там сайты на почту. И иногда вопросы аудитории остаются без ответа какое-то время, либо ответы достаточно сухие. Трудности узнавания ввиду отсутствия единой стилистики в социальных сетях. Если сравнить сайт с социальной сетью, то очень сложно понять, действительно ли это один бренд, так как в социальных сетях, например, используется совсем другой логотип. И на сайте есть цвета, своя стилистика сайта и бренда. В социальных сетях такого не прослеживается. Отсутствие специалиста, который бы занимался проведением аналитики, из-за того, что как раз-таки опять же-таки нет стратегии, нет какой-то цели, компания не анализирует то, что делает в социальных сетях, то, что делает на сайте. Все эти действия уходят в никуда. И это очень печально. Согласно этим недостаткам, был составлен ряд рекомендаций. Первое. Разработка мниканальной контент-стратегии сначала ВКонтакте, после набора определенной базы активных потребителей, будет рекомендовано перейти в Телеграм, потому что там больше возможностей и вообще удобнее общаться с аудиторией. На слайде представлена стоимость данной рекомендации, однако после анализа финансовой составляющей компании был сделан вывод, что на начальном этапе лучше выделить своего сотрудника из компании, который бы смог этим заняться и отслеживать введение контент-плана и проведение каких-то запланированных мероприятий. Дальше. Смена тонн-фой в социальных сетях. Как уже говорилось ранее, хотелось бы видеть, чтобы бренд приставал перед своей аудиторией в качестве наставника, в качестве опытного помощника, такого дружелюбного, который всегда поможет и ответит на какие-то вопросы, связанные с организацией мероприятий. SEO-оптимизация сайта. Что касается сайта, сайта очень сложно найти. По запросам ивент-агентства в принципе он даже не в первой десятке. Если искать секрет-поинт, то опять же таки все равно возникает вопрос, действительно ли это тот сайт, который мы искали, потому что у сайта нет как минимум фавикона, это иконка сайта, и в поисковике ты сразу подозреваешь, что ли это вообще, что ты искал. Данная рекомендация стоит примерно 40 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем улучшение качества контента на основе аналитики данных. Здесь говорится о том, что необходимо нанять сотрудника хотя бы на неполный рабочий день, хотя бы найти где-то на фрилансе, чтобы он анализировал все действия компании, потому что возможно после такой аналитики с действительно данными компании будет найден какой-то инсайт, который поможет в дальнейшем проводить какие-то мероприятия, какие-то коммуникации выстраивать и так далее. Здесь предложение в дополнение к контент-плану, примеры тематики постов, примеры постов, потому что если, например, компания самостоятельно, своими силами захочет это сделать, я думаю, что ей будет это полезно, потому что на основе аналитики все равно какие-то данные полезно использовать. В дополнение ко всему предлагаю тоже свою стратегию пиар-продвижения. У меня тут пиар-план на год. Ожидается, что стоимость данного продвижения будет около нуля рублей, учитывая то, что компания выделит своего сотрудника, который будет самостоятельно инициировать контакт со СМИ, который будет самостоятельно подыскивать ситуативные темы, хоть здесь и приведены темы, вот здесь прям на год, и издания, с которыми можно контактировать. Я думаю, что некоторые издания слишком крупные для начала пути, и можно было бы поискать издания поменьше, которые будут отвечать быстрее и соглашаться охотнее. И последняя рекомендация — это использование ивент-маркетинга и медийной персоны. Для начала пути рекомендуется участвовать в уже готовых мероприятиях. На слайде представлены примеры мероприятий, которые компания может организовать самостоятельно и в которых может участвовать, и их примерная стоимость. Важно упомянуть то, что мероприятия, в которых компания может участвовать, здесь одно как минимум точно бесплатное. Нужно просто на сайте заполнить анкету, предложить какую-то тему и от компании выделить человека, который будет выступать, полагая лучше бы это был SEO-специалист компании, потому что все-таки медийное лицо должно быть более руководствующую позицию занимать, как мне кажется. И поучаствовать, я думаю, что это будет хорошим опытом, и компания улучшит свой имидж в медийном поле. Ожидаемый результат, так как цель ставилась в привлеченных людях, результат тоже в привлеченных клиентах. Все мероприятия тут расписаны. Для оценки брала средние показатели на рынке или среди конкурентов. Если показатель варьировался от и до, брала минимальная, чтобы показать более реалистичную оценку. Таким образом, если следовать этим рекомендациям, компания сможет за год привлечь более 150 человек. Все. Спасибо за внимание. Уважаемая комиссия, пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Когда вы делали анализ рынка, который растет в 2002 году, для этой компании какое направление именно растет? То есть ивент у нас подразумевает достаточно широкий спектр услуг. Какой именно растет и какие тенденции в этом? Есть ли какие-то рекомендации для компании по тенденциям новым на этом рынке? Я смотрела событийный рынок в общем, то есть не по каким-то определенным узким темам. Вот поэтому здесь в принципе показатели всего событийного рынка в России. Что касается тенденции, в рамках своей работы не рассматривала ничего. Сейчас не смогу сказать. Спасибо. Еще такой вопрос. Делали ли вы какие-то рекомендации для компании с точки зрения работы еще с подрядчиками? Потому что как бы это такой, объясню вопрос. Скажем так, репутация компании, которая работает в ивент-сфере, я 10 лет проработала просто в ивент-сфере, я знаю эту тематику, очень сильно зависит от подрядчиков. Большинство компаний не держат у себя то, чем они работают. Да, работают именно с подрядчиками. Делались ли какие-то рекомендации по этому вопросу для компании, чтобы их продвижение было более… Нет. В этом плане тоже рекомендации не рассматривалось. Я больше смотрела про коммуникации. Что касается подрядчиков, я знаю, что сейчас компания работает в принципе с одной единой командой. Вот, поэтому в этом плане, мне кажется, не нужны никакие рекомендации. У них сейчас все хорошо. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? А можно я спрошу? Мне интересно, вы сказали привлечете 150 клиентов новых. Сколько сейчас клиентов и сколько из этих 150 останутся после того, как изучили компанию, на ваш взгляд или на ваш расчет? Так, сейчас в среднем около трех клиентов в месяц, то есть трех крупных заказов в месяц. Это около, сколько получается? Три в месяц? Тридцать шесть клиентов в год. То есть это достаточно мало по сравнению с тем, что я обещаю. Сколько клиентов останется? Здесь у меня не рассматривалось то, что я буду их удерживать. Здесь пока только про привлечение, так как цель стояла в привлечении. Я думаю, в дальнейшем, когда я покажу эту работу уже заказчику, мы можем обсудить варианты, которые он, ну рекомендации, которые он мог бы использовать для удержания клиентов. То есть пока такая цель в принципе не стоит, потому что пока важно этих клиентов хотя бы найти и пригласить. Да, спасибо огромное за выступление. У меня вот вопрос, я не очень поняла на основе аналитики аудитории, основной компании, почему были выбраны конкретные соцсети для коммуницирования с потребителем, с заказчиком, почему именно такой был фокус на ВКонтакте и на Телеграм, как же остальные соцсети и немножко не хватило сравнения, на каком поле мы играем, да, то есть где играют наши конкуренты и где нам нужно их побороть и обойти с точки зрения вот как раз позиционирования и общения, коммуникации с потенциальными клиентами. Так, давайте, наверное, начну с конкурентов. Конкуренты в основном играют как раз-таки в социальных сетях, которые были представлены. Это ВКонтакте, Телеграм. Также там было упомянуто, что раньше использовали социальные сети, которые сейчас запрещены, поэтому они в принципе не рассматривались для продвижения. Где можно конкурентов обыграть, это как раз-таки вот эти каналы, про которые я говорила. Это ивент-маркетинг и СМИ. То есть на территории СМИ в принципе я не нашла конкурентов и каких-то упоминаний о них. Я думаю, что в медийном поле очень важно при поиске ивент-агентства, когда тебе выскакивает какая-то статья с этим ивент-агентством, показывающая, что это эксперт. У него взяли интервью, он показал свои знания, он доказал, что он эксперт в этой сфере. Дальше. Был вопрос, почему именно эти социальные сети были взяты. Социальные сети взяты на основе того, на основе популярности. В России в принципе я не уточняла аудитории, но по показателям исследований, которые я искала, это было кабинетное исследование получается, эти социальные сети сейчас туда перешли все, большинство людей. Вот в принципе сейчас ВКонтакте самое популярное, после нее идет как раз-таки Телеграм. Вот по количеству людей в этих социальных сетях, которые ушли из других. Да, хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, тоже спасибо большое за выступление. Хотел задать такой вопрос. Как вы планируете достигать, с учетом того, что это ограниченная очень аудитория, как вы ее в социальных сетях планируете достигать именно ту целевую аудиторию, которая необходима? За счет интересных постов. Я знаю, что, например, ВКонтакте есть бесплатные методы продвижения, то есть нужно выкладывать уникальные посты с определенным количеством символов, которые в дальнейшем, если модерация увидит, что это интересный пост, будет в дальнейшем самостоятельно продвигать с помощью ВКонтакте. Вот таким образом можно. Также важно сказать то, что все мероприятия, рекомендации, которые здесь предложены, будут работать вкупе. То есть если, например, бренд будет работать только ВКонтакте или выкладывать посты только в Телеграме, ничего не получится, скорее всего, потому что это действительно очень мало. И рассчитывать на то, что аудитория найдет группу ВКонтакте, когда бренд просто сменит тематику постов, это тоже маловероятно. Нужно учитывать то, что будут всякие публикации в СМИ, которые будут привлекать клиентов, всякие мероприятия, в которых будут участвовать компании, которые тоже будут привлекать клиентов и так далее. Вот здесь более про такой суммарный подход. Добрый день. Еще раз. А вы смотрели средний чек компании? Да, средний чек компании 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. То есть вы говорите, что если средний чек 50 тысяч рублей, вы приведете 150 клиентов, у вас будет выручка 75 миллионов. Нет? А, привлечет. А, привлечет. Да. А какая будет конверсия со 150 клиентов? Конверсия. На самом деле там будет очень небольшая конверсия. Я думаю, человек 15. 15. То есть дополнительную выручку принесете, получается, 7,5 миллионов. Правильно? 7,5 миллионов. Получается. А, нет. 750 тысяч. То есть, получается, вы затратите на эту механику порядка 500 тысяч, по-моему, было, насколько помню. Так, там, если мы идем, разговариваем про код, я могу вернуть цифры, там очень много показателей, которые в принципе нулевые. Если, например, мы берем вот здесь бесплатные мероприятия, если мы берем публикации бесплатные, так как сами их инициируем, и контент-стратегию делаем сами, и вот тут у нас аналитика, SEO-оптимизация. Ну, все это понятно. Сколько вы потратите за год на всю эту механику, получив выручку 750 тысяч в год? Около 800 получается я потрачу и приведу 750, но это самая минимальная цифра, как я уже сказала. Я брала самые маленькие показатели среди средних. Понятно. Хорошо, спасибо. Если вопросов больше нет, Алина, спасибо. Следующим к защите приглашается Монин Виктор Борисович. Тут, кажется, какие-то достижения, да, мои? Здравствуйте. Меня зовут Виктор Монин. Сегодня я вам покажу мою работу по разработке программы продвижения системного продукта для фитнес-студий. Так, а переключаю я сам, да? Итак, цель работы — это разработать программу продвижения системного продукта. Объект исследования — это системный продукт для фитнес-студий. Далее я покажу, расскажу, что это вообще такое. Предмет исследования — программа продвижения системного продукта. Это тоже будет в конце. Задачи, которые я перед собой поставил, во-первых, это сформулировать понятие системный продукт и раскрыть его сущность, потому что до этого этого понятия не существовало вообще, мне пришлось его как-то описать. Далее определить диджитал-инструменты продвижения продукта, раскрыть преимущества этого продукта для владельцев студий, провести анализ емкости и динамики рынка студий фитнеса в России, чтобы понимать вообще, на что можно рассчитывать, на какой объем рынка, проанализировать действия конкурентов по продвижению аналогичных системных продуктов, чтобы понимать, от кого и как отстраиваться, и разработать программу мероприятий для продвижения продукта и в конце уже рассчитать эффективность и рентабельность. Итак, системный продукт для фитнес-студии. Что это вообще такое? Ну, все началось полтора года назад, когда я пришел в рекламное агентство, которое занималось тем, что делало шаблоны рекламных объявлений и затем масштабировало это на самую крупную студию растяжки в России — Левита. У Левиты более 150 филиалов в России на данный момент. Соответственно, это агентство, что оно делало? Оно разрабатывало какой-то шаблон рекламного объявления. Вот здесь есть пример. То есть первый элемент продукта — это баннеры и рекламные тексты. Если этот текст проходил проверку в каком-то одном регионе, его масштабировали на все остальные. Следующий элемент — это технические настройки для размещения. Это у нас целевая аудитория, демография, полвозраст и более тонкие настройки, которые уже подбираются индивидуально под каждый проект. И также в продукт входят услуги по его сопровождению. Дальше. Какие, собственно, выгоды есть приобретения этого продукта для владельцев фитнес-студий? Студий женского фитнеса. Во-первых, это удобство и быстрота адаптации для новых проектов. То есть мы можем запустить рекламу за 24 часа, и клиент уже начнет получать первый результат. Далее — это удобные условия работы и форма оплаты. То есть наличие тестового периода. Клиент может проверить, как это все работает с минимальными затратами. И далее уже продолжить по фиксированной оплате плюс KPI. Простота отслеживания результатов продвижения. Есть ежедневная табличка, в которой фиксируются все показатели по лидам, по их стоимости. Экономия ресурсов организации на штате маркетологов. То есть вся реклама уже оттестирована, все исследования проведены. И получается, заказчик экономит ресурсы на нескольких специалистах, если бы он нанимал их отдельно. И более низкие затраты на продвижение по сравнению со стандартными услугами продвижения. Опять-таки за счет того, что продукт заточен именно под конкретную нишу студии растяжки. И там уже есть определенные наработки, которые позволяют снизить затраты по сравнению со стандартными услугами. Дальше. Что я сделал первое для разработки программы продвижения? Я посмотрел конкурентов и их уникальные торговые предложения. На основе этого я выделил самые эффективные уникальные торговые предложения и составил свое. Мое уникальное торговое предложение звучит как «Получите целевые заявки в вашу студию растяжки в течение 24 часов с гарантией результата по договору». Соответственно, у нас тут есть несколько триггеров для целевой аудитории. Во-первых, мы говорим «Получите заявки в вашу студию растяжки». То есть клиент понимает, что это про него и для него. Потом в течение 24 часов, то есть клиент уже видит перспективу первого результата в течение короткого периода времени. И с гарантией результата по договору. Но это как дополнительная выгода для клиента. Затем я проанализировал рекламу, которую размещают конкуренты. На данный момент около 14 основных конкурентов существуют, и 9 из них размещают рекламу своих услуг. На этом рынке существует достаточно сильная монополия. То есть один конкурент занимает практически все рекламное поле. Это этот конкурент TeamPlay, агентство для студии растяжки и танцев. Посмотрел эффективные форматы рекламы, на которые лучше всего откликается аудитория. Первый формат — это отзыв с простым призывом записаться на консультацию. Второй формат — это пост по формуле проблемы решения с баннером владельца этой студии, агентства точнее. Вывод, который можно сделать — адаптировать эти форматы под свой продукт, не копировать, а именно взять вот эти форматы и размещать рекламу в сопоставимых объемах, чтобы повышать узнаваемость продукта. Дальше проанализировал, просегментировал точнее клиентов по матрице выручки компании. У меня уже была своя база клиентов, поэтому это внутренняя аналитика, которую я делал на основе практического опыта. И к этой матрице очень хорошо подошли названия из матрицы BCG. Первый сегмент — это трудные дети, студии в небольших городах с невыгодным расположением и маленьким рекламным бюджетом. С ними в целом неинтересно работать, они отнимают много времени и мало дают выручки. Собаки — студии, не купившие полную версию продукта или купившие один раз. И самые интересные сегменты — это звезды. Это крупные студии фитнеса, которые заинтересованы в максимальном результате. То есть чем больше мы им даем результат, тем больше они готовы платить. И дойные коровы — студии со средним бюджетом на рекламу и выгодным расположением. Это такие студии, которым легко дать результат. У них стабильный бюджет в месяц и выручку они тоже приносят стабильную. На основе всех проведенных исследований я разработал структуру программы продвижения. Она состоит из четырех элементов. Это упаковка, реклама, контент и программа лояльности. Давайте подробнее посмотрим каждый элемент. Упаковка. Здесь в основном будет дизайн рекламных материалов, дизайн презентаций для клиентов. И все это нам позволит создать имидж продукта. Реклама будет поделена на директ рекламу, то есть рассылки, которые позволят увеличить выручку в краткосрочной перспективе. И также охватная реклама для того, чтобы увеличивать узнаваемость. Контент. На него будут нулевые затраты, потому что его я буду делать самостоятельно. И это позволит повысить доверие к продукту, закрыть какие-то боли, возражения клиентов. Программа лояльности. Здесь будет бонус к рекламному бюджету для клиента, если он порекомендует другому клиенту. И скидка на услуги по сопровождению продукта, если сделка по рекомендации будет удачной. Переходим к самому интересному. Это расчет продаж и прогноз рентабельности этой программы продвижения. Глобальная цель – это привлечь 60 клиентов. Я объясню, откуда взялась эта цифра. Эта цифра позволит достичь двух целей программы продвижения, которые я перед собой поставил. Первая цель – это занять 1% доли рынка от всех студий фитнеса. Всего их сейчас около 6 тысяч. Соответственно, 60% – это 1%. И соответствующую долю занимает главный конкурент – тимплей. И вторая цель – это миллион рублей выручки с системного продукта в месяц, что также позволит достичь этой цели при выполнении цели в 60 клиентов. Далее, чтобы получить 60 клиентов, нам нужно провести 150 тестовых периодов с конверсией 40% конечных клиентов, 190 созвонов и 3800 касаний. Расходы на реализацию – это все исходя из предыдущего слайда. Я на нем не подвел итоги. Вот сейчас как раз подвожу по затратам на реализацию. У нас будут единовременные расходы. Это дизайн. И переменные расходы. Это как раз-таки контент, программа лояльности и реклама. Всего 575 тысяч расходов за полгода. Прогнозируемая выручка складывается из тестовых периодов и полноценных периодов работы. Всего около 1 650 000 рублей. И в расчет рентабельности по формуле выручка, деленная на затраты. Итого у нас получается 287% рентабельность. Это без учета продления клиентов с полноценных периодов. То есть это просто 60 клиентов, которые купили один раз полноценное ведение. Спасибо. Я уверен, у вас есть вопросы. Отвечу. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое за интересный рассказ. А можете вы все-таки пояснить, что такое системный продукт, в отличие от несистемного? На рынке сейчас существуют стандартные услуги по продвижению. Это услуга, которая разрабатывается для каждого клиента с нуля. То есть анализируется аудитория, дальше подбираются каналы, разрабатываются рекламные креативы. Здесь каждый элемент, он уже протестирован на многих студиях. То есть вы изобрели коробочный продукт. Я правильно вас понял? Да, но это не совсем… Хорошо. Это здорово. Да, не совсем коробочный продукт. То есть он не отождествляется от меня, а все равно требуется ведение, и требуется человек, который знает, как это все работает. Если вопросов больше нет, Виктор, спасибо. Ваша защита окончена. Следующий к защите приглашается Сметанина Юлия Александровна. Добрый день. Меня зовут Сметанина Юлия. Сегодня я расскажу про свою выпускную квалификационную работу. Тема моей выпускной квалификационной работы это как раз разработка рекламной кампании на рынке B2B с учетом специфики сегмента электронных компонентов и вот этого всего. Целью как раз было разработать эту рекламную кампанию в интернете, которая опять же учитывает специфику рынка электронных компонентов. Расскажу также про задачи. Задачами являлось раскрыть понятия, содержание вида рекламной деятельности, провести анализ внешней и внутренней среды компании и предложить рекомендации по разработке как раз рекламной кампании и обосновать эффективность предложенных рекомендаций. Расскажу как раз про саму компанию OPLANAR. Основная сфера деятельности кампании это торговля оптовыми, электронными и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. Звучит сложно. Также нужно упомянуть, что компания находится в городе Новосибирск, то есть это региональный бизнес, маленький бизнес, в компании около 12 человек, может быть чуть больше, и компания очень давно на рынке. С 2007 года она официально зарегистрирована и еще, по-моему, была, относилась к другим компаниям. В общем, там сложная история компании, которая существует уже очень-очень давно. Что такое вот эта вот как раз страшная торговля электронными и телекоммуникационными оборудованиями? По факту компания OPLANAR занимается дистрибуцией электронных компонентов. Электронные компоненты — это все, что относится к производству электронной техники, вне зависимости от того, какая она. Это телефон, это сложное, не знаю, оборудование, какие-нибудь сигнализации или что-нибудь еще такое. То есть перечень потребителей невероятно широкий. Обратимся к финансовым показателям. Несмотря на сложный год для всего бизнеса 2020 года, выручка компании растет, и этому есть достаточно простое объяснение. Для этого мы обратимся к рынку. Рынок электронных компонентов — это достаточно сложная сфера для мирового рынка, и еще более сложная для рынка Российской Федерации. На рынке России почти не существует производителей. Это очень узкая сфера для производителей электронных компонентов и еще более узкая сфера для компаний, которые занимаются дистрибуцией как раз-таки этих электронных компонентов. Если говорить про объем рынка, то его подсчитывают только по мировому, потому что в российский рынок он очень узкий, очень закрытый, и его почти невозможно посчитать, потому что это 1-2% от производства готовой электроники и 0,1-0,2% от рынка как раз микросхем. Очень узкий, очень сложный и специфический рынок, который опять же работает еще в сегменте B2B. Как раз расскажу про специфику рекламных компаний в этом сегменте. Одно из самых первых – это долгосрочные отношения, которые в целом характерны для рынка B2B, так как компании приходят к поставщикам электронных компонентов и хотят работать с ними ежедневно, каждый день и на протяжении долгого-долгого количества времени. Потому что чаще всего это история про раз и навсегда, потому что очень большая частотность покупки как раз этих электронных компонентов, к примеру, в среднем это 2-3 заказа. Для рынка B2B это достаточно часто. Долгий цикл принятия решений, который опять свойственен сегменту B2B, потому что вот это вот раз и навсегда, на всю жизнь взаимодействие с поставщиками дистрибуции электронных компонентов. Это вот история про один раз выбрать эту компанию и с ней всегда быть. Также техническая ориентированность, которая опять же относится к специфике любых рекламных компаний, мы не можем использовать. Не то, что не можем. Гораздо сложнее использовать эмоциональные триггеры потребителей в рекламе, потому что это сегмент B2B и потому что это техническая ориентированность, с которой мы можем написать только, не знаю, название электронного компонента, его производителей, почему этот потребитель должен нас выкупить. Доверие и авторитетность. Это очень узкий рынок, где каждый знает условно друг друга, и вот как раз этот авторитет, это очень важно для компании. Таргетирование и персонализация – это достаточно сложный пункт, потому что одновременно очень сложно найти потребителя. Мы не можем сказать, что производители электронной техники – это вот такой-то, такой-то человек. Это не сегмент B2C. Это просто вот мы таргетируемся просто по ключевым словам, условно тыкаясь так в пустоту, грубо говоря. И одновременно мы должны максимально персонализировать каждое рекламное предложение, потому что это сегмент B2B и потому что это большие объемы. Потому что средний чек на рынке у этой компании около 30 тысяч. От 30 и более. И последнее – это аналитика и измерение результатов, потому что это очень сложно подсчитать. И чаще всего компания, к примеру, вот компания Planar, она не ставит большую ставку на аналитику, измерение результатов в рекламных компаниях. И как раз перейдем к самым рекламным компаниям. Начнем с такого, скажем так, с конца. Это с сайта рекламной компании, компании Planar. Может казаться, что это не… Зачем оно в рамках этой работы, но компания Planar, их сайт выглядит как каталог. Это не история про то, что компания может на своем сайте продать себя. Поэтому в рамках рекомендации был разработан как раз сайт лендинг с очень простым использованием. Там видно контакты, видно преимущества, видно как раз с какими производителями электронных компонентов компания работает и какие продукты она может предложить. Далее было предложено различные страны и области в рамках таргетирования. Компания находится в городе Новосибирске. Выбраны были регионы, вот как Сибирь. Также были попробованы проведения таргета на другие области. Также был попробован гео-таргетинг как предложение. К примеру, вот сегмент был часто в округе НГТУ. Там была проведена одна из выставок, связанная с электронными компонентами, дистрибуцией и вот был один из таких вариантов работы с рекламой. Одно из самых важных, про которые я уже упоминала, это ключевые слова. Они были расширены почти до 179 ключевых слов на одну рекламную компанию. Раньше их было меньше. В рамках рекомендации количество этих ключевых слов увеличилось и взяты были как вот транзистор с очень сложным названием, где условно ноль просмотров, так и широкий, и купить транзистор, грубо говоря, в Новосибирске. Это позволило увеличить чуть-чуть охваты по рекламе. Среди барьеров, если я ранее говорила про барьеры, которые условно в рамках рекомендаций моих были решены, то мы поговорим про барьеры, которые компания пока не реализовала, и с которыми пока она сталкивается как условная трудность. Чаще всего компании запускают только одну или максимум две рекламных компании с объявлениями, и это очень мало в рамках их бюджета. Объясню почему. В месяц на рекламной компании, компания Планар, закладывает около 10 тысяч рублей, но реализуют бюджет они очень мало. К примеру, дневной бюджет за один из каких-то марта дней было потрачено 13 рублей, то есть это очень мало в рамках их бюджета. И одна из самых больших рекомендаций в рамках моей исследовательской работы это освоение полностью бюджета затраченного, затраченного моего на рекламной компании, в компании Планар. И перейдем к… Вот, кстати, забыла, очень хороший слайд. Это сравнение периода А, это март, да, и период Б, это март, и период А, это май, после учета и использования рекомендаций мною предложенных. Как раз мы использовали сайт лендинг вместо таргетирования и взаимодействия потребителей с сайтом оригинальным, обычным официальным сайтом компании. Видно прирост и по CTR, и по кликам, и по показам. И к эффективности была посчитана она через ROMI, то есть return on marketing investment, то есть возвращение затрат на рекламу и на маркетинговые… на маркетинг. Подсчитанное это было через ожидаемую выручку, через средний чек, через показатели, которые были учтены. Вот нечто среднее между показами и кликами, и средние показы и клики с CTR между двумя периодами до… то есть в марте и после в мае. И ROMI вышел 566%, звучит страшно, знаю, и звучит очень непонятно, но ROMI стандартный, это 100%, то есть окупаемость идеальная, это 100%, здесь окупаемость в 5,66 раз выручка больше превышает, чем затраты на рекламу. Это понятно и просто, но компания не до конца использует эти бюджеты, которые она выделяет, хотя для них, условно, если у них один клиент приносит около 30 тысяч, и этих клиентов чаще всего у них от 10 до 15 человек в день, которые просто приходят к ним без рекламы, а насчет репутации и так далее, это минимальный бюджет, но затрачивают они гораздо меньше, чем могут. И основная вот как раз моя рекомендация в рамках этой исследовательской работы была просто затрачивать полностью бюджет и пробовать различные рекламные кампании, задействовать все, что они могут. На этом все. Буду готова ответить на ваши вопросы. Юля, спасибо большое за работу. У меня несколько уточнений. Первое. Если охарактеризовать вашего клиента, то он какой? Какой здесь портрет B2B клиента? Кто эти компании? Это абсолютно разные компании. В рамках своей исследовательской работы я приводила таблицу потребителей. Это, к примеру, компания, которая производит, как это сформулировать правильно, грубо говоря, оповещения, вот эти вот все истории, которые находятся у нас на улице, которые закупают государства, то есть глобальное оповещение при каких-нибудь, не знаю, чрезвычайных ситуациях. Вот, к примеру, вот эти люди, вот этот потребитель закупает электронные компоненты у компании Oplanar. Отлично. Если идти ниже по цепочке, кто принимает решение и осуществляет покупку, это кто? Чаще всего из-за того, что это, вот правда, это рынок условно. Здравствуйте, здравствуйте. Мы знаем друг друга по имени. Как потребитель, как генеральный директор в компании, которая производит эти электронные компоненты, так и генеральный директор, который эти электронные компоненты поставляет. И чаще всего это вот как раз сарафанное радио. Это чаще всего просто директора приходят друг к другу на такие вот условные маленькие переговоры. Потому что, к примеру, в той же дистрибуции электронных компонентов существует две или три больших компании, которые устраивают действительно встречи большого круга дистрибуторов электронных компонентов. То есть каждый в этой сфере знает друг друга. И принятие решений происходит вот на таком уровне. Если сравнить по эффективности вот такой канал продажи и диджитальный, как бы какая бы здесь у вас была рекомендация? Вот те люди, которые клики делали в вашей диджитальной компании, они совпадают с тем партнером? Вот как раз в рамках рекомендаций не все приходят в эту сферу. Не все знают друг друга вот так. Все равно появляются новые производители. Все равно приходят новые люди, которые еще не включены в эти 20 лет работы компании и не знают, кто они такие по именам. Не встречаются с ними раз в год. И поэтому вот как раз я и просила компанию, ну используйте этот инструмент. Возможно, он не такой дорогой для вас. Он может быть принесет не очень много потребителей, но он все равно будет эффективен на людей, которые еще не знают, еще не знакомы и даже не подразумевают о том, что вы существуете. Хорошо. Если вернуться к диджитал компании, то я правильно понимаю, что это прогнозное значение или это фактически эксперимент, который вы провели для них? Нет, это, естественно, прогнозное значение. Это все условно, если будет так, если будет действительно конверсия такая, какая она будет. Плюс это все очень сложно отследить за счет долгого процесса принятия покупки. Я могу, не знаю, как потребитель найти, увидеть, думать, ага, у меня здесь есть продукт, который я хочу купить. Но подумать, окей, я хочу сравнить еще 15, не знаю, компаний, которые проставляют именно этот продукт, именно этот товар. Но все равно спустя время прийти к компании именно этой. Потому что важно сейчас понимать, в сфере такая история в том, что были большие крупные компании дистрибуторов с официальным представительством производителей электронных компонентов из-за рубежа. После 22 года, естественно, эта цепочка, которая выстраивалась, долгие годы сломалась. И поэтому сейчас такие компании, как Планар, очень важны для рынка, которые могут закупать на открытых и закрытых рынках электронные компоненты для потребителей, для производителей электроники. Потому что раньше они могли пойти к большим крупным компаниям и радоваться жизни условно. Вот у нас есть официальный представитель, мы можем у него покупать. А сейчас это с цепочкой гораздо сложнее. Поэтому диджитал и рекламные компании для этой компании так важны. Передаем слово. Спасибо. Ну да, похоже, у меня был вопрос, а нужна ли вообще такая рекламная компания в данной сфере. И вот не очень я понимаю. То есть вообще сейчас это больше похоже на такую рекомендацию по настройке разного рода диджитал инструментов, нежели чем на рекламную компанию в таком классическом понимании. Или все-таки, если вы считаете, что это рекламная компания, тогда в чем отличие между тем, что мы предлагаем клиенту, ну вот я имею в виду вот этой компании Planner, да, попробовать разные диджитал инструменты, посмотреть, насколько они вообще этот канал эффективен, и может быть начать пробовать какие-то другие каналы. Или же почему тогда это вообще рекламная компания? Да, я могу объяснить, почему я сфокусировалась именно на каких инструментах, на такой минимальной настройке в этом всем. Потому что по факту сами рекламные объявления будут выглядеть как электронный компонент и название этого компонента. Мы здесь можем работать на триггерах, мы можем работать на каких-то привлекающих слова, там условно два по цене трех, там что-нибудь три по цене двух и так далее. Но это не будет работать на данный рынок. Специфика рынка диктует такие условия, что мы можем использовать только сухие термины, сухие слова, сухие названия электронных компонентов. Именно поэтому вот… Ну да, тогда это просто больше похоже на такую настройку инструментов, нежели чем прямо на компанию. Хорошо, спасибо. Юль, спасибо большое за вашу тему. На самом деле мне удивительно, что девушка выбирает такую непростую тему. И это правда сложная тема. Вот из того всего, что мы выслушали, мы здесь не сможем поработать ни с соцсетями, ни с чем-то еще. У меня, собственно, вопрос один из уже задали. Было ли, рассматривали ли вы какие-то инструменты для того, чтобы вот эти коммуникационные связи, которые уже есть, видите, да, вот это про Вась-Васька сейчас говорили, да, чтобы повысить лояльность вот этих личностных отношений между компаниями, да, это первый вопрос. И второе. Вы сказали, что разрушились вот многие цепочки с ухода в рынок. Были ли какие-то аналитические, ну не знаю, выкладки, да, или примеры по выстраиванию новых цепочек и предложений по этому вопросу? То есть не вот уходить там в Яндекс именно с рекламы, а вот какая-то вот такая история аналитическая была проделана? Давайте отвечу на второй вопрос. Первый, мне потом напомните, потому что я его уже забыла. Хорошо. Что касаемо второго вопроса, а вот сейчас я уже и второй забыла. Выстраивание цепочек, которые были разрушены в России, были ли какие-то данные, рекомендации или ваши ощущения по этому вопросу? Вспомнила мысль. История про то, что рынок считается очень трудно. То есть единственные данные, которые я могу найти по объему рынка, это объем рынка в зависимости от мирового рынка. Данные по тому, сколько компаний и официальных дистрибуторов стали не официальными дистрибуторами, а просто компаниями, которые представляют электронные компоненты, это просто буквально невозможно. То есть, чтобы вы понимали, я была на таких сайтах, которые выглядят как очень-очень… Я не совсем об этом, наверное. Вот смотрите, были определенные цепочки, да? Например, там тому-то заводу требуются такие-то вещи, да? И вот они уходят с рынка. Работа вот с тем заводом, которому понадобятся эти вещи. Были ли какие-то идеи именно, как их привлечь именно в компанию плана? То есть, если они теряют поставщика, то мы, соответственно, нашей рекламной компании должны того, кто потерял, привлечь. И это точно не Яндекс.Директ. Ну, как бы, по крайней мере, как я это вижу. Естественно, это, опять же, про специфику рынка, про вот, опять же, вот эти вот отношения я тебе, ты мне. Это про близкий такой диалог, потому что вот эти как раз компании, большие дистрибуторы электронных компонентов, которые были официальными представителями компаний, производителей электронных компонентов, очень много будет у нас сложных слов, они сейчас находятся в таком шатком положении. И вот как раз вот в этом формате друг к другу, бизнес для бизнеса, это все и объясняется. То есть на вот каких-то таких встречах, на выставках электронных компонентов мы можем это продвигать. Мы можем говорить о том, что, опять же, с помощью наших рекламных компаний мы можем говорить о том, что мы можем привести эти электронные компоненты, которые требуются потребителю. Нет, ответ правильный, я просто не очень увидела это в вашей работе. Я могу показать это, знаете как, могу показать это в самом начале про лендинг, на чем я настояла. Я сказала, пожалуйста, сделайте его и отразите, с какими производителями электронных компонентов вы работаете, кого вы можете сейчас привести. Потому что официально некоторые из этих компаний привести условно невозможно из-за санкций. На открытых и закрытых рынках за счет того, что компания находится очень долго в целом на рынке дистрибуции электронных компонентов и она имеет доступ к таким рынкам. Она может их привести, может их привести через Европу, может привести через Азию. То есть у компании уже есть доступ к таким условным местам, откуда официальные представители, официальные дистрибуторы уже какой канал делать не могут условно. Спасибо большое за полный ответ. Спасибо. Если вопросов больше нет, Юля, спасибо. Спасибо. К защите приглашается Ставрова Алина Николаевна. Добрый день, уважаемая комиссия. Меня зовут Ставрова Алина. И сегодня я рада вам представить свою дипломную работу на тему коммуникационная стратегия для компании Asgard для анонимной аудитории. Цель данной работы была разработать коммуникационную стратегию, где главным вопросом было именно эффективно построить коммуникацию с анонимной аудиторией, изучив ее особенности. Объектом является компания Asgard, предметом коммуникационной стратегии. Компания Asgard занимается продажей оборудования, которое закупается в Китае. Вы можете ознакомиться с моделью. Его называют ASIC. Собственно, это оборудование и продается в компании. По анонимной аудитории я могу сказать, что это аудитория, которую очень сложно изучить обычным способом. То есть приходится что-то придумывать, и компании достаточно сложно получить данные, даже прямой контакт с такой аудиторией. Для этого было изучено не только рынок продажи оборудования, также был изучен в принципе рынок криптоиндустрии. То есть что сейчас происходит на рынке? Это достаточно нестандартный рынок, потому что он зависит полностью от биткоина. То есть, соответственно, если биткоин идет вверх, то на рынке все хорошо. Если биткоин идет вниз, то продажи компаний падают. Но на данный момент, во-первых, идет законопроект, разработка законопроекта для того, чтобы майнинг полностью регулировался в России, и это было безопасно. И также есть очень много разработок для биткоина, что дает большие возможности компаниям для развития. По результатам анализа целевой аудитории можно сказать, что самый актуальный сегмент для компании Asgard — это криптовалютные майнеры, так как у них самый большой интерес к покупке оборудования, и они являются аудиторией, которая действительно ей интересуется. Здесь можете представить идеального покупателя для компании Asgard. Он уже покупал майнинг оборудование, либо очень сильно интересуется. Большинство отпрошенных отметили, что они не готовы предоставлять свои данные как раз таки из-за того, что они боятся, что криптоиндустрия — это не полностью урегулированное. Нет полностью регулирования майнинга. Ему важно, чтобы у него был индивидуальный подход, то есть ему важно, чтобы с ним коммуницировал один менеджер и полностью детально ему все помогал изучать. Но из-за того, что эта целевая аудитория очень хорошо разбирается в продукте, то есть они знают, что они хотят, какие настройки и по каким ценам. Им важно поговорить с менеджером даже не для того, чтобы узнать больше что-то о продукте, а просто для того, чтобы проверить компанию, действительно ли эта компания реальна, действительно ли здесь все, грубо говоря, по закону. То есть не будет никаких проблем. Для общения были выбраны коммуниционная стратегия. Она заключается в том, чтобы сделать компанию Asgard более медийно успешной, потому что это необходимо для того, чтобы покупатели знали компанию. То есть когда они о ней узнают, у них уже будет больше доверия и больше лояльности к продукту, ну, к компании, которая продает данный продукт. Для этого были выбраны каналы веб-сайт, YouTube и Telegram. Сейчас немного объясню, почему именно они. Веб-сайт – это то, куда может зайти покупатель, не оставляя своих данных. То есть он может полностью узнать и компанию, ознакомиться с ней, что она делает и так далее. YouTube выбрана так, как большинство криптовалютных майнеров, они изучают все на YouTube. И мы можем предоставить такой контент, который поможет им разобраться с продуктом, и они благодаря нам уже с ним познакомятся и будут к нам расположены, потому что мы им предоставили, собственно, контент, который им помогает. И Telegram, все знают, что все, что анонимно, и все, где не нужно отдавать данные, происходит сейчас в Telegram. И там, именно там аудитория, собственно, уже общается с клиентом, с компанией. Вот, за основную аудиторию выбрали криптовалютных майнеров, как я говорила раньше, от 30 до 40 лет. Также были еще разработаны мероприятия, которые могут использовать компании. То есть компании сами организуют данные мероприятия с приглашенными инвесторами, которые являются известными в среде майнинга. И благодаря тому, что компания соединяет и онлайн среду, и офлайн среду, мы сможем охватить большую часть аудитории, и благодаря инфлюенсерам мы можем переманить уже их подписчиков к нам. Также нужно не только звать клиентов к себе, чтобы познакомиться, но и приходить к ним. Для этого будут использоваться конференции, которые проводят в России, и не только в России, для того, чтобы компания смогла разместить сцен, привести оборудование, показать, как оно работает, познакомиться с клиентами лично, а также выступить на мероприятии и рассказать больше информации, чтобы клиент был более лояльен к нам. По затратам вышло по всему списку чуть менее 4 миллионов. Также было просчитано, сколько будет расход, доход по каждому списку. В общей сумме получилось, что доход 15 миллионов, но если убрать также затраты на всю коммуникационную стратегию и закупка оборудования, которое будет также проводиться, то компания выйдет в плюс на 600 тысяч. По рекомендациям я могу сказать, что необходимо начинать коммуникационную стратегию летом, так как летом наименьшая стоимость электроэнергии, и поэтому майнеры чаще всего выставляют свое оборудование именно летом, и также покупают его тоже летом. И также важно использовать еще инструменты, которые будут показывать клиенту, что нет охоты за их данными. То есть это анонимные ключевики, анонимные приложения, где они могут общаться спокойно, не думая о том, что их данные хотят украсть. И также важно показывать, что клиенты могут именно довериться. И не только своими данными, но и в принципе готовы… То, что они отдают деньги не просто так, а и за анонимность, и за хороший продукт. На этом все. Готовы ответить на ваши вопросы. Если можно, у вас работа называется «Разработка коммуникационной стратегии». Можете сформулировать, в чем заключается коммуникационная стратегия Асгарда? Коммуникационная стратегия заключается в том, чтобы увеличить медийность компании для привлечения новых клиентов и увеличения лояльности, опять же, новых клиентов. И вот это вы разрабатывали. И вот это вы разрабатывали, вот эту стратегию. Да, то есть подбирали инструменты, в принципе, что необходимо провести, в какие сроки для того, чтобы привлечь. Это тактика. Это уже тактика, что в какие сроки. Ну, это тоже. Понимаете разницу между стратегией и тактикой. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Вопросов нет. Я просто хотела здесь отметить такую смелость, взять топик, в котором, видимо, вы тоже хотите больше разобраться. Вы молодец в любом случае, да? Ну, здорово глубже изучить целевую аудиторию, действительно понять стратегические точки влияния и тактические точки влияния. Спасибо, Прямо. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Спасибо большое за выступление. Делали вы анализ того, как в коммуникационном поле представлены конкуренты и в чем Асгард может предлучить преимущество в коммуникации для потребителя? Да, конечно. Основная направленность конкурентов, к сожалению, не добавила в презентацию, все конкуренты используют именно углубление в цену, так как даже по результатам опросов людям очень важна цена. Вот. И все конкуренты в основном, они делают ставки на то, что вот у нас очень хорошее оборудование, мы его там закупаем в Китае, но нет никакого акцента на то, что это все безопасно, то, что мы готовы пойти вам на уступки и не брать ваши данные, готовы с вами коммуницировать. Вот. Они в основном просто такие, у нас хорошее оборудование, покупайте у нас. У нас дешевые цены. Все работают через акции в основном и скидки. А по каналам коммуникации? По каналам коммуникации вот очень большие проблемы. На самом деле у конкурентов, потому что единственная социальная сеть, которая не использует этот Телеграм, но используют они его тоже не на 100%. То есть в основном тоже это публикация. Обычно смотрите, у нас вот такие скидки. Вот. И сайты. Все, больше коммуникаций нет. Спасибо большое. Спасибо. А можно у меня вопрос. То есть вы считаете, что разработав в Ютубе какие-то рекомендации по, не знаю, майнингу, я так поняла. То есть вы не просто рекламировать, планируете, что у нас хорошее оборудование, а именно как на нем работать. То есть привлечет именно в вашу компанию, а не в конкурентов, которые предлагают им большие скидки, допустим. То есть не будет ли ваши затраты… Ну, во-первых, мне интересно, сколько вы рассчитываете привлечь относительно сегодняшних клиентов. То есть уже есть какие-то там сколько, не знаю, там 20-100 человек в вашей компании, сколько вы планируете привлечь. И не пойдет ли ваша рекламная компания на пользу, условно, всему рынку, ну, там, не знаю, России. Потому что вы научите, как работать, но не конкретно на вашем оборудовании, потому что, я думаю, она не сильно отличается от конкурентов. Да, вы правы. Не очень сильно отличается оборудование. Сейчас объясню по поводу Ютуба. Нам пригодится вот этот слайд. Тут задача в том, что первые этапы будут идти работа с блогерами. То есть привлекаются блогеры, которые уже знают аудиторию, аудитория уже знает этих блогеров. И благодаря этому мы уже делаем акцент на то, что смотрите, наша компания сотрудничает с людьми, которых вы знаете. И мы готовы вам открываться. И второе, то, что когда мы показываем, то, что мы знаем, что такое оборудование, как на нем работать, как его чистить, что с ним делать, мы показываем, во-первых, внутреннюю среду. То есть тут, например, есть мастер-класс, что происходит, когда этих находятся на хостинге. Хостинг — это такой майнинг-отель, куда привозят оборудование, и за ним полностью ухаживают сотрудники. То есть, грубо говоря, клиент только платит деньги, и все. То есть полностью его оборудование уже обходится на хостинге. И это все можно показать как раз-таки на Ютубе. То есть здесь очень много моментов, например, как чистить асик, как его там переносить, как охлаждать, куда его можно ставить, куда нельзя ставить. И все это можно показывать в офисе. И тогда идет подкрепление того, что клиент видит компанию изнутри. И он уже, соответственно, не пойдет в компанию, которую он не знает. Он пойдет в ту компанию, где он знает, что за его асиком будет точно ухаживать, что все будет с ним хорошо. То есть у вас еще доп.услуги, не просто одноразовая продажа оборудования, еще и после обслуживания. Да, компания занимается, вообще можно сказать, что полностью всем, что связано именно с асиками, потому что есть разные варианты майнинга, и именно с асиками компания полностью занимается от закупки и продажи до чистки, обслуживания и даже утилизации. Спасибо. Спасибо, Алина. Благодарю. К защите приглашается Иванова Екатерина Юрьевна. Иванова Екатерина Юрьевна. Добрый день, уважаемые члены комиссии. Тема моей дипломной работы «Разработка контент-стратегии для образовательного стартапа». Целью работы являлась разработать контент-стратегию для образовательного стартапа Create Today. Предметом исследования являлась контент-стратегия, объектом Startup Create Today. Это онлайн-платформа по обучению фотографии в формате авторских практик, основная идея которых заключается в простых и быстрых, но при этом глубоких и эффективных заданиях. Андрей Андреев — это фотограф из Санкт-Петербурга с 10-летним опытом. Он долгое время ведет свой блог, в котором демонстрирует путь фотографа, а также делится приемами, которые помогают замечать важные моменты и рассказывать истории через фотографии. В свое время это вызвало большой интерес аудитории, и люди захотели научиться делать фотографии быстро и красиво. Целевая аудитория Create Today — это люди разных профессий, которые далеки от сферы фотоискусства, но они хотели бы научиться фотографировать в обычной жизни просто для себя. А также это опытные и начинающие фотографы, которым интересно обучение более профессионального уровня. В рамках исследования целевой аудитории был проведен количественный опрос, а также глубинное интервью среди участников фотопрактик. Данные запросы помогли определить, через какие каналы коммуникации люди познакомились с Create Today, и большинство узнали о платформе через блог Андрея Андреева. Это позволяет сделать вывод о том, что Create Today продвигается за счет личного бренда-основателя. Также респонденты выделили социальные медиа, которыми они пользуются практически на ежедневной основе, и данные социальные медиа использовались при разработке контент-стратегии. Также были проведены глубинные интервью среди постоянных участников фотопрактик, которые помогли разобраться в том, что именно заставляет людей следить за брендом и совершать повторные покупки обучений. Если соединить инсайты в едино, то людям важно искреннее общение в онлайне. Они ценят открытость и доверительную атмосферу, которая создается в первую очередь Андреем Андреевым. А Create Today для них — это безопасное пространство, в котором каждый проходит свой путь и нуждается просто в правильном окружении. Основные каналы коммуникации Create Today — это блог Андрея Андреева в запрещенной социальной сети, Telegram-канал Create Today и сайт Create Today. Блог Андрея Андреева на данный момент это самый эффективный канал коммуникации, в котором выстроен высокий уровень доверия с аудиторией. Там транслируется экспертный контент, который является полезным для пользователя, однако он не раскрывает всех карт, что побуждает людей покупать фотопрактики. Telegram-канал на данный момент ведется с низкой периодичностью. Там редко выставляются анонсы фотопрактик, но в момент, когда канал был активным, он наполнялся различными форматами контента, но несмотря на это информация хоть и несла пользу пользователям, она не захватывала какую-то большую цель распространения самого контента с точки зрения бизнеса. Сайт — это площадка для ознакомления с продуктами и покупки обучения. На сайте публикуются работы участников, которые рождают у потенциальных потребителей желание получать такие же результаты и проходить такой же путь. И здесь речь идет как раз-таки о пользовательском контенте. Происходит своего рода взаимообмен. Платформа предоставляет практики, а участники предоставляют результаты. То есть фотографии, которые в конечном итоге снова транслируются на сайте. При анализе текущего контента Create Today была выделена основная проблема, которая заключается в формальном присутствии бренда в медиапространстве. Контент дублируется между различными площадками и не несет обособленной смысловой нагрузки. Поэтому в рамках разработки контент-стратегии была выделена следующая цель. Повысить потребление контента на площадках бренда и обеспечить непрерывную качественную коммуникацию с целевой аудиторией. Поведение пользователей в сети меняется. Люди научились ограничивать себя от информационного шума и манипуляции со стороны брендов. На смену импульсивным решениям пришла этичность и осознанность. И вместе со сменой характера медиапотребления трансформируется парадигма всего, что бренды выпускают в массы, а именно контент. Сейчас бренды рассказывают истории, которые становятся зеркалом их внутреннего устройства и приглашают людей стать их частью. Новая искренность, персонализация, живое общение в онлайне и пользовательский контент это зарождающееся поле трендов, на котором люди и бренды создают свои истории без триггеров и манипуляций. И данная идеология стала основной при разработке контент-стратегии. Create Today — это ценная польза простыми словами. Данная фраза раскрывает идею простых и быстрых, но при этом глубоких и эффективных заданий. В рамках стратегии освещается формат образования, который становится продолжением повседневной жизни, и коммуникационное сообщение звучит как «Лучшая камера та, что у вас в руках, лучшее время для съемки сейчас». На основании исследования целевой аудитории было выяснено, что люди идентифицируют Create Today с образом Андрея Андреева, поэтому в основу Tone of Voice бренда легло отражение идентичности личности, и Create Today является наставником, который прошел путь от новичка до профессионального фотографа и готов передавать свои знания. Он ничего не внушает, а лишь этично демонстрирует свою экспертность и делится знаниями. Рекомендуемые каналы для распространения контента были выбраны на основе тех социальных медиа, которые пользуются популярностью среди целевой аудитории. Каждый канал подстроен под определенный сегмент и служит для удовлетворения различных потребностей. Дзен — это информационный портал, цель которого продвигать Create Today через поисковые запросы, используют для этого брендированный контент. Люди ищут ответы на вопросы в интернете, а статьи в Дзене активно отображаются на первых страницах поисковой выдачи, поэтому это эффективный метод продвижения. Подкасты на данный момент создают ощущение живого общения в онлайне и они помогают быстро определить философию жизни спикера, соотнести ее с личной картиной мира. И в случае, если ценности совпадают между слушателем и спикером, создается доверительная атмосфера и ощущение причастности к чему-то важному, что объединяет их вместе. Подкасты выполняют функцию обмена качественной аудиторией между спикерами. Pinterest — это качественная альтернатива той социальной сети, которая ушла сейчас из России, поскольку в Pinterest также публикуются фото и видео контент. Он на это направлен. Люди заходят в Pinterest для поиска вдохновения и рекомендуется использовать эту площадку как способ бесплатного продвижения, а также как канал для перегона трафика на сайт и другие площадки присутствия бренда. Первый телеграм-канал — это первый телеграм-канал для непрофессионалов, для обычных людей, которые не являются фотографами, но которые хотят создавать личный контент вообще для себя, для своей жизни, и они не нацелены на что-то такое масштабное. И данный телеграм-канал будет для них возможностью попробовать задания из фотопрактик самостоятельно на своем примере. И это такой бесплатный пробный формат фотопрактик. Следующий телеграм-канал уже для профессиональных фотографов, для людей, которые готовы обучаться у экспертов ниши и потреблять контент, который направлен на более глубокое погружение в сферу. Данный канал — это способ, это сбор качественной аудитории специалистов, которые готовы платить за обучение высокую цену. Телеграм-чат — это закрытая комьюнити, куда людям предлагается зайти после прохождения фотопрактик. Это площадка с эксклюзивным контентом и высокой смысловой ценностью. Комьюнити представляет собой рефлексирующий чат, который имеет прямую поддержку от Андрея Андреева, и, по сути, люди могут стремиться туда попадать для того, чтобы получать персонализированную пользу и знания как раз-таки от Андрея. Важно направлять аудиторию в нужные каналы и придерживаться определенной логики путешествия между ними. Входными каналами для потенциальных потребителей является блог Андрея Андреева, Pinterest, Dzen и подкасты. В данных социальных медиа люди знакомятся с Create Today через брендированный контент, и это первая точка контакта с аудиторией. Далее пользователям предлагается получить бесплатный продукт, который будет для них полезным, но нужно будет перейти на другую площадку. И таким образом аудитория распределится между двумя Telegram-каналами в зависимости от уровня знаний и потребностей. Уже там пользователи будут потреблять контент на ежедневной основе, и на текущем этапе будет… И на текущем этапе у пользователей появится желание опробовать теорию уже непосредственно на практике. И тогда люди перейдут на сайт, где они ознакомятся подробно с программой обучения. И здесь важно облегчить решение о покупке. Это можно сделать с помощью пробного периода фото практик, который будет длиться один день и за минимальную сумму. То есть люди входят уже в стартовую фото практику, в полный поток, но всего на один день. И это поможет им вообще понять, насколько им необходимы данные обучения и сопоставить ожидания с реальностью. И в конечном итоге пользователи попадают в закрытые комьюнити бренды с эксклюзивным контентом. Так как именно на сайте принимается решение о покупке, рекомендуется публиковать результаты и отзывы в более живом формате. Например, воодушевляющие видеодемонстрации работ за кадровым голосом автора об истории своего пути. Такой тип контента одновременно будет воздействовать на несколько органов чувств и вызывать желание стать частью бренда, пройти этот путь и рассказать уже свою историю, которую в дальнейшем транслировать в массы. Так как Create Today это стартап, который был создан относительно недавно, и он не имеет финансовой поддержки от инвесторов, контент-стратегия была разработана в рамках, с учетом минимальных затрат на ее реализацию. Распространение контента на большинстве площадок не требует материальных вложений, за исключением затрат на SMM-специалиста и затрат на создание и хранение подкаста. Показатели окупаемости демонстрируют, что инвестиции в контент-стратегию принесут доход в размере 142% за период в 6 месяцев от начала запуска контент-стратегии. И разработанная контент-стратегия является примером этичного присутствия бренда в медиапространстве. Она основана не на триггерах и манипуляциях, а на транслировании реальных историй и выстраивании доверительных отношений с аудиторией, ведь люди не лиды. Спасибо за внимание. У меня нет ни одного вопроса. Спасибо большое. Я просто хотела сделать комплимент. В работе увидела не только контент-стратегию, но и выход немножко за рамки ее. Вы затронули тему позиционирования, big idea, хорошо разработали, мне кажется, по сегментам даже продукты. Если бы сделали шаг дальше, то как будто бы даже есть мост к продуктовой стратегии, которая говорит о том, что для более высокодоходного профессионального сегмента можно увеличить стоимость подписки и продавать этот продукт им, для более непрофессиональной любительской аудитории другой продукт. Мне это очень понравилось. Вы большая молодец. Ну и просто уровень презентации тоже хочется отметить. Спасибо. Катерина тоже хотела сказать большое спасибо. Если честно, вопросов у меня нет, но мне очень захотелось зайти на его сайт и посмотреть, что же он все-таки делает. Мне кажется, очень эмоциональная ваша презентация. Я далека, в общем, от темы фотографий, но мне захотелось попробовать. Мне кажется, это хорошее позиционирование. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное за выступление. Мне тоже очень понравилась работа. Очень последовательная. Все понятные шаги. Единственное, немножко не хватило примеров контента. То есть что конкретно это будет за контент, кто его будет производить, как это будет выглядеть. То есть это фотографии его или это какие-то тексты. То есть не очень понятно, через какой именно контент будет транслироваться вот эта основная мысль. Очень понравилось. Например, на примере сайта было классно. То есть заменить обычные отзывы на вот эту историю за кадром голоса. Тут сразу понятно, да, что какой контент имеется в виду. Про все другие соцсети, где взять такое количество контента, как он будет между собой связан в одной вот этой идее, немножко вот не было понятно, но все остальное прям классно. Спасибо. Дополню тогда. У меня вот по данной теме больше раскрыто в печатном виде ВКР. Там прописаны темы, темы для каждого канала. Там, ну, просто примеры не контентным планом, а просто примеры, что в какой площадке можно освещать. И, например, если брать дзен, где там искать, что интересно пользователю, можно зайти на Wordstat и забить там какие-то ключевые слова, которые выдадут запросы пользователей, под которые можно подстроить статью, и которая будет актуальна в ближайшее время. Например, так. Да, спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо, Екатерина. Уважаемая комиссия, аудитория, это у нас была последняя защита, и мы вас приглашаем для обсуждения результатов. Уважаемые студенты, для объявления результатов мы вас на сцену приглашаем. На сцену поднимитесь, студенты, пожалуйста. Все, кто защищался сегодня, выйдите, пожалуйста, на сцену. А все, кто остальные, могут им поаплодировать как раз в этом месте. По моим подсчетам вас должно быть семеро. Боже, какая красота. Обратите внимание, как хорошо выглядят студенты нынче. Да. Да, вот я говорю на полном серьезе. Итак, дорогие друзья, поздравляю вас с тем, что ваше мучение закончилось. Можете похлопать сами себе. Во-вторых, поздравляю вас с тем, что ваше мучение закончилось успешно для всех вас. Вы все сегодня успешно защитили свои выпускные квалификационные работы. Поздравляю вас с этим. А комиссия потратила в четыре раза больше времени, чем собиралась, потому что никогда еще не вызывала таких живых дискуссий. И содержание работ, и форма, и ваши ответы на вопросы. Все ваши работы затронули комиссию заживое. И это говорит о том, что они сделаны хорошо, интересно и правильно. Это тоже очень важный результат вашей научной деятельности. Итак, гуманизм комиссии сегодня зашкаливает, честно вам скажу, зашкаливает. Но, тем не менее, формальность есть формальность. И я вынужден красиво, с умным видом прочитать результаты работы нашей государственной комиссии сегодня. Итак, сегодня были поставлены за ваши работы следующие оценки. Ли – отлично. Монин – отлично. Тудвасева – отлично. Кудрявцева – отлично. От себя добавлю с минусом. Сметанина – отлично. Ставрова – отлично, с еще большим минусом. И Иванова – отлично. Аплодисменты друг другу. На этом сегодняшняя аттестация закончена. Благодарю комиссию, благодарю вас всех. Теперь вы можете стоять, рыдать и фотографироваться. Спасибо большое, друзья. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.